Всем привет! Сегодня я вам покажу, как связать чехол для бутылки с водой, чтобы она оставалась как можно дольше теплой. Бегая по утрам в холодное время года, я столкнулась с такой проблемой, что теплая вода, которую я беру с собой, быстро остывала. И я придумала связать для бутылки такой вот чехол. Он намного дольше сохраняет воду теплой. Это очень важно, особенно зимой. Вы можете его использовать, когда берете с собой воду на прогулку или на работу в холодное время года. Бутылку можно легко открыть, попить из нее. Чехол не будет мешать. Резинку у чехла можно расправить и тогда вода будет оставаться еще дольше теплой. Вот так чехол выглядит без бутылки. Пряжа подойдет любая, но лучше, если вы будете использовать пряжу, в состав которой входит больше шерсти. Крючок выбирайте по толщине пряжи. Я вяжу крючком номер 3,5. Набираем две воздушные петли. Раз. Два. Первый ряд. Во вторую петлю набираем 6 столбиков без накида. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Второй ряд. Шесть прибавок. Вяжем первый столбик без накида и надеваем маркер на провязанную петлю. Он будет показывать, где заканчивается ряд. И в это же место провязываем еще один столбик без накида. Так вяжутся прибавки. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая. Пятая. Четвертая. Шестая. Маркер снимаем. Третий ряд провязываем как один столбик без накида и плюс одна прибавка. Провязываем первый столбик без накида и надеваем маркер. А в следующую петлю провязываем прибавку. То есть два столбика без накида. Первый столбик. И второй столбик без накида. Так провязываем шесть раз. В итоге у нас должно получиться 18 петель. И в последнюю провязываем одну прибавку. Переснимаем маркер. В четвертом ряду провязываем два столбика без накида плюс одна прибавка. Первую провязываем столбик без накида. Одеваем маркер. Во вторую провязываем столбик без накида. И в третью петлю провязываем два столбика без накида. Так повторяем шесть раз. Итого у нас должно получиться 24 петли. Провязываем последнюю прибавку. В пятом ряду у нас три столбика без накида и плюс прибавка. Провязываем первый столбик без накида. И надеваем маркер. Второй столбик без накида. Третий. И прибавка. То есть два столбика без накида в одну петлю. Так повторяем шесть раз. В итоге у нас получается 30 петель. Шестой ряд. В шестом ряду четыре столбика без накида плюс прибавка. Провязываем первый столбик без накида. Одеваем маркер. Второй столбик без накида. Третий. Четвертый. И прибавка. Так повторяем шесть раз. И в итоге у нас должно получиться 36 петель. Провязываем последнюю прибавку. В седьмом ряду мы провязываем пять столбиков без накида и плюс одна прибавка. Провязываем первый столбик без накида. Одеваем маркер. Второй столбик без накида. Третий. Четвертый. Пятый. И плюс прибавка. Так повторяем шесть раз. В итоге у нас должно получиться 42 петли. Провязываем последнюю прибавку. Снимаем маркер. На этом этапе можно приложить дно бутылки в чехлу. Дно чехла совпадает с дном бутылки. Начинаем вязать стенки чехла. В восьмом ряду вяжем 42 столбика без накида за заднюю стенку. Не за обе стенки, как мы вязали до этого, а за заднюю стенку. Провязываем первый столбик без накида за заднюю стенку. И надеваем маркер. Вяжем 42 столбика без накида. Провязываем последний 42 столбик без накида. Снимаем маркер. Теперь вяжем столбиками без накида, без прибавок и за обе стенки. Вяжем до сужения горлышка бутылки. Я довязала до сужения бутылки. Вот так получилось. Дальше будем делать убавки 2 ряда. Для этого провязываем 5 столбиков без накида и 1 убавка. 1 столбик без накида. 2. 2. 3. 4. 5. И убавка. Убавку провязываем, захватывая нить первой петли, затем соседней петли. И провязываем вместе 3 петли. Так повторяем 6 раз. Провязываем последнюю убавку. И следующий ряд вяжем 4 столбика без накида и 1 убавка. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый и убавка. И так 6 раз. В итоге у нас должно получиться 30 петель. Вяжем резинку. Делаем выпуклый столбик с одним накидом. Накид на крючок. Крючок перед работой. Захватываем столбик от себя и к себе. Далее захватываем рабочую нить. И провязываем сначала 2 петли с крючка. Потом оставшиеся 2 петли. Далее делаем вогнутый столбик с одним накидом. Накид на крючок. Крючок за работой. Заходим в первую петлю и выводим крючок в следующую петлю. Захватываем нить и провязываем столбик с одним накидом. И повторяем. Выпуклый столбик. Накид. Крючок перед работой. Входим в петлю от себя и в соседнюю. Захватываем нить. Провязываем столбик с одним накидом. И вогнутый столбик. Накид. Крючок за работой. В первую петлю заходим крючком и в соседнюю петлю. Захватываем нить. И делаем столбик с одним накидом. Так, чередуя, провязываем столбики выпуклые и вогнутые. Провязываем на нужную нам высоту. Я буду провязывать чуть выше бутылки, чтобы можно было спрятать бутылку полностью в чехле. Вот что у нас получилось. Вставляем бутылку. Резинку можно отогнуть. Пробка легко открывается. Теперь покажу, как можно спрятать кончик нити в конце вязания. Нить нужно продеть между провязанными петлями. И с внутренней стороны делаем так несколько раз. И отрезаем кончик. Чехол готов. Продолжение следует...